Всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глеб. Ну что ж, сегодня мы обсудим снижение биткоина, разберемся с глубинными причинами снижения, будет ли продолжаться снижение и до каких ценовых значений мы еще можем падать. Обсудим всю хронологию событий, которая у нас была за последние четверо суток, почему мы подрастали, но также скоропостижно цена биткоина у нас пошла вниз. В общем, разберем этот кейс максимально подробно, а в конце видео я поделюсь своими сделками, своими решениями, что я предпринимаю конкретно в текущей ситуации и о наиболее вероятных ожиданиях по рынку, также расскажу в конце видео. Ну что ж, давайте начинать. Я подготовил кратенький план, по которому хочу пройтись. Первая хронология событий. Вначале давайте определимся, это сейчас очень важно, почему у нас недавно, 29 августа, собственно, состоялся рост, где на сутки от минимальной до максимальной точки мы вырастали более чем на 8,5%. У этого было два триггера, две новостные причины. Причина под номером 1 звучит следующим образом, что Grayscale, можно сказать, победила в сути над комиссией по ценным бумагам США, CEC. В чем заключалась победа? Что еще далеко в 2021 году Grayscale подавала заявку на спотовый ETF, и CEC ее отклонил без какого-либо адекватного ответа, почему мы, собственно, отклоняем вашу заявку. И довольно долго шло судебное разбирательство, и в итоге суд принял решение в пользу компании Grayscale, что в свое время очень сильно укрепило веру криптонов в то, что последующий биткоин ETF не обязательно Grayscale, но других ребят по типу BlackRock, Fidelity и так далее, будет, ну, наиболее вероятно принято уже в ближайшее время. В общем, это сильно так апнуло веру, что криптоны уверовали, трейдеры начали судорожно покупать активы, и, в принципе, в моменте на выходе этой новости мы увидели очень хороший такой моменте Pump. Но это была одна из новостей. Вторая новость у нас заключалась в выходе, в ту же дату 29 августа, новых данных. Что это за данные? Эти данные у нас показывали первичное размещение заявок, заявок на работу. Либо же, другими словами, число открытых вакансий. Кстати, у себя в Telegram канале я опубликовал календарик с наиболее важными событиями за текущую неделю. Рекомендую подписаться на мою телегу, чтобы не пропускать такие важные уведомления. Кстати, на YouTube я не выходил порядка 10 дней, информации накопилось много, но краткие комментарии я давал у себя в Telegram канале. Ссылочку на него оставляю в описании под видео. Telegram канал с аналитикой. Так что, ребят, переходим, кому это важно, нужно и ценно, подписываемся. Итак, давайте возвращаясь к этим цифрам. Обычно, когда мы видим, что у нас есть какое-то ожидание, можем по хронологии увидеть, что эти цифры не сильно отличаются. Я имею ввиду ожидания от фактических данных. Например, 9,9, 9,8, 9,6, 9,58. То есть, у нас были, в принципе, минимальные отклонения. Но не в этот раз. 29 августа в 17.00 с ожидаемого числа заявок 9,4, заявок стало 8,8. Что это все значит? Число открытых вакансий по рынку. Грубо говоря, такое снижение, вопреки цифре, которая у нас была в ожидании, в прогнозе, мы можем очень грубо говоря сказать, что ДКП, денежная кредитная политика ФРС США, действует, в принципе, неплохо. И этому свидетельствуют вот эти вот цифры, которые вышли. В принципе, на выходе данных за 29 число мы увидели, как у нас немного изменилось ожидание на 20 сентября, решение по процентной ставке ФРС США. Теперь снова больше в пользу 89%, в пользу того, что оставят без изменений процентную ставку ФРС США. В принципе, это хорошо. И, по сути, это было два таких триггера, которые дали нам пройти цене битка на более чем 8,5%. Но, скажем, да, недолго музыка играла, и буквально за два дня все это дело слили. Теперь давайте следовать следующей хронологии. Причины недавнего снижения. Очень важно понимать все эти триггеры, все эти инфоповоды, чтобы как инвестор, как трейдер грамотно ориентироваться в рынке и не поддаваться на общую какую-то истерию. А, безумно растем, все классно ли? А, все херово, безумно падаем. Итак, причины недавнего снижения. Причина под номером 1. У нас выходят следующие данные. Я специально приготовил скрин, на котором хочу вам все показать. Что это за данные? С 30-го числа одно за другим выходит отклонение первичного рассмотрения спотового ETF. А сейчас вы видите слева название компании, которые подавали, собственно, на открытие спотового ETF. Grayscale, ARK, iShares и так далее. То есть, о чем это говорит? Что у нас есть всего несколько дедлайнов. По сути, их четыре. Первый, второй, третий и финальный дедлайн. И вот уже буквально мы должны были увидеть, вот-вот в начале сентября, 31 августа, мы должны были увидеть, что же будет с решениями по поводу биткоин-ETF. И мы видим, как одно за другим первичное решение, первичный дедлайн. Мы получаем отклонение, отклонение, отклонение в праве на открытие спотового ETF. Когда мы увидели новости, что идут отклонения таких гигантов, как Fidelity, BlackRock, то, в принципе, тут же настроение криптонов, которые, напоминаю, еще буквально двумя днями ранее, 29 числа, уверовали, что вот-вот запустят биткоин-ETF. И на этом, скажем, ажиотаже, на этом ожидании рынок пошел вверх. То аналогично на этих же новостях, но с обратным характером, мы увидели нисходящее движение, где от пика до минимума мы спустились на 7,2%. И, по сути, сейчас я вам хочу показать момент отрывка 10 дней назад, где дно биткоина, когда я рассказывал, в принципе, да, общий обзор был битка, общий обзор альтов. В общем, еженедельный разбор, который выходит один раз в неделю по понедельникам. Но в этот раз его не было. Я, кстати, причину объяснил у себя в телеграм-канале в голосовом и кратко за 4 минуты пояснил все самые важные события, собственно, которые будут происходить на эту неделю. Так вот, поэтому это еще одна причина, кстати, подписаться на телеграм-канал. Если я не успеваю выйти на YouTube, то я сообщаю об этом в телеграм-канале. 10 дней назад, обращаем внимание на прайс битка 26 тысяч долларов. Итак, 10 дней прошло, обращаем внимание на прайс битка 26 тысяч долларов. Да, за исключением вот этого вот выноса и обратно, когда цена спустилась вниз, у нас, по сути, абсолютно ничего не поменялось. Ну, а теперь давайте поговорим о самой интересной и вкусной части. Сделаем подробный разбор графика битка, поделюсь своим планом действий, расскажу за сделкой, которую я рассказывал как раз в этом видео. Я давал подробный паттерн и сценарий, что я буду делать, если А, если Б, если В. И у нас случился сценарий, когда мы на, скажем, очень псевдо-новостях, псевдо имею в виду хороших, потому что они шатки, это были лишь ожидания, что спотовые ETF примут. Даже если бы какой-то спотовые ETF приняли, ну окей, мы бы могли проскочить там до 30 тысяч долларов, и все, и как бы сила момента импульса здесь и сейчас, она бы закончилась. Гораздо важнее, когда у инвесторов, у трейдеров проснется снова аппетит к риску, а для того, чтобы он проснулся, нам нужно, чтобы в экономике США у нас стала снова низкая процентная ставка, у нас подавили, как следствие, вернее, подавили инфляцию, и как следствие у нас стала более низкая процентная ставка. Вот тогда аппетит к риску потихоньку будет возвращаться. И это может сделать тот случай на рынке, собственно, ту конъюнктуру рынка, когда биткоин пойдет на 40, 50, 60 и даже делать свой глобальный перехай. Но если лишь, скажем, воплощают идею того, что у нас открывается спотовый ETF на таком негативном рынке, когда у нас куча негативных настроений инвесторов, и они не готовы работать с высокорисковым активами, чем является крипторынок, то это мы могли увидеть какой-то лишь локальный памп, скорее всего, с дальнейшим угасанием, по сути, как мы увидели здесь, только в более мелкой амплитуде, из-за того, что это были лишь слухи. Так вот, давайте возвращаясь к графику битка, что здесь я давал такую идею, и сейчас расскажу о своих сделках. Ранее напоминаю, когда у нас был такой сквиз на деривативных рынках, то у меня получилось неплохо собрать позицию здесь. По-моему, у меня средняя была 24 800, если я не ошибаюсь. Так вот, и как раз я говорил, что здесь для меня фиксировать рановато, то есть, как бы, соотношение риск-прибыль, оно не располагает к тому, чтобы начинать прибыль фиксировать здесь. Я показывал всю эту зону, где я говорил, что ранее набранные лонги, было бы хорошо подфиксировать, если мы на каких-то новостях, по каким-то причинам, отскочим в эту зону. Так вот, здесь у меня было зафиксировано 70% позиции, я считаю, сделку почти что завершенной, но, тем не менее, у меня остается легкий безубыток, если мы пойдем вниз, то сделка будет у меня полностью закрыта и закрыта уже в плюс 70% от того, что я планировал. Считаю, хорошая сделка. Также, проанализировав, на каком фоне мы поднялись здесь, и этот фон был лишь, заключался в двух триггерах, которые я озвучил в самом начале, но это слабоватый фон для того, чтобы пойти там пробивать 30 тысяч долларов, да, с учетом, что у нас по факту не приняли заявку на биткоин или же на эфир ETF, а по факту это были лишь слухи, то здесь у меня были набраны шортовые позиции, набраны были неплохо, и сейчас, как бы в моменте, по средней цене у меня где-то вышло 27700, в моменте у меня там позиция плюс 6, плюс 6,5%, что я планирую делать дальше. Опять же, по моему, риск менеджменту, так как стоп я выносил за 30 тысяч долларов, об этом я, кстати, говорил в этом видео, поэтому полезно смотреть еженедельные разборы, которые выходят по утрам понедельника, я объясняю вообще, что будет происходить на рынке, все самые важные события, и, в принципе, план действий, именно мой план действий, как я буду что-то делать, если у нас будут триггера, B, V, в общем, в зависимости от ситуации по рынку. Что я планирую дальше? Для меня открываются две зоны, 24, 25, 100, это зона, где я разгружу порядка 60-70% ранее набранных шортов, в принципе, вам рекомендую рассмотреть эту зону, и оставшиеся 30-40% у меня будет зона 23, 21, 800, где я сделаю свои, как бы, финальные позиции, закрою свои финальные шортовые позиции. Опять же, исходя из этого, это сейчас мой план, как я буду действовать, у меня есть активные набранные шорты здесь. Далее, что мы можем ожидать, куда у нас может корректироваться цена? В принципе, исходя из того, что я вам уже озвучил, где я планирую дозакрывать шорты, то я ожидаю, что цена может сходить в 25, 100, 24, это первый диапазон, и второй диапазон 23, 21, 800. Мы можем пробивать где-то 21 тысячу долларов, в том случае, если у нас на рынок подлился, скорее всего, очень такой большой негатив, потому что сейчас по технике, имею в виду, по техническому анализу и по новостному фону, да, у нас может произойти коррекция, но у нас нет какого-то обвала на 21, либо же ниже, чем 20 тысяч долларов, да, по факту у нас могут появляться определенные события, которые важно мониторить и за ними следить. Сейчас покажу еще одну восходящую модель, о которой я уже довольно часто вам рассказывал, что пока мы не обновили 21, давайте, 24, 800, то мы можем считать, что среднесрочно мы по-прежнему находимся в восходящей модели, где каждый хай у нас был выше и выше, каждый лоу у нас был выше и выше, и именно на спотовом рынке, кое-где на деривативах мы пробили, но на спотовом рынке мы не обновили эту восходящую модель. Исходя из чего, хочу вас привязать к определенному триггеру, что если мы пробиваем 24, 800 с каким-то минимальным закреплением хотя бы там на полсуток, то в таком случае у нас открывается нижняя планка 24, и у нас открывается, в принципе, вся эта зона. До тех пор, пока мы не пробиваем эту восходящую модель, мы можем здесь еще болтаться, снова можем подрастать, где, да, сделаю там остаточные фиксы своих позиций. И тогда мы можем уже принимать какие-то действия. Небольшое уточнение, какие я сделаю здесь фиксы. В том плане, если мы снова будем возвращаться сюда, то у меня уже перенесены стопы в безубыток шартов, которые я набирал, и здесь просто я выйду по безубытку. Это на тот сценарий, если мы сейчас резко начнем снова расти в зону 27-29 тысяч долларов. Также, если вы набирали в этом диапазоне по моей рекомендации, либо же по своему решению шарты, то рекомендую все-таки подпереть их стопом, потому что у нас может очень многое еще поменяться. Например, одна из причин, почему может все поменяться, данные, которые выходят буквально сегодня, заостряю внимание, 15.30 Киев, 15.30 Москва, выходят важнейшие данные, которые имеют еще более значимый вес, чем данные, которые у нас по рынку труда выходили за 29 августа, а именно у нас выходят данные по безработице. И ожидается, что у нас, в принципе, эти данные будут безизменными. Но хорошо было бы увидеть в данной конъюнктуре рынка растущую безработицу. 3.7, 3.8 или даже больше, чем 4%. Это бы триггернуло как фондовый рынок, так, в принципе, и, скорее всего, биткоин бы тоже показал какой-то отскок. Если мы увидим обратную динамику, да, там цифры 3, 4 и ниже, то, в принципе, здесь у биткоина будет все меньше и меньше шансов выходить снова диапазон 27-29, а все больше шансов падать ниже, чем 26 тысяч долларов. Поэтому внимательно наблюдаем за этими данными. Я бы еще порекомендовал в момент, когда у нас выйдут эти данные, а затем, когда у нас закроются сутки, мы увидим какую-то дневную свечу, очень рекомендую тогда посмотреть стаканы по битку, ленту сделок, что у нас произойдет. Если вы хотите все это сделать с моей помощью, ребят, welcome, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Во-первых, я сделаю разбор текстом, какие у нас вышли данные по безработице, что это значит для крипторынка на ближайшие там несколько недель. И также сделаю именно в формате телеграм-канала полный разбор того, что будет происходить в стаканах, в ленте сделок. Покажу все максимально подробно. Так что ссылочку на свою телегу оставляю в описании под видео. Телеграм-канал с аналитикой. Переходим. И, в принципе, там эта вся информация будет уже буквально сегодня в конце дня, когда у нас закроется дневка. Думаю, эта информация будет важна. Итого, давайте подведем определенный вердикт. Мы разобрались с причинами роста, с причинами падения. Надеюсь, вы уже догадались, как вы поняли, что причины были не более чем искусственные. И на этих искусственных причинах, грамотно соблюдая постулаты технического анализа и просто пользуясь здравой логикой, можно как бы неплохо летать на этих, скажем, волнах, как на шортах, так и, собственно, на лонгах. Что у меня и получилось делать в обе стороны. Об этом опять же скажу, что рассказывал в этом видео. Ребят, от вас нужен фидбэк. Кто смотрел предыдущее видео, которое вышло 10 дней назад, напишите, да, я помню эту информацию, она была мне полезна. Ну, как бы мне приятно узнать, что люди смотрят, люди что-то применяют, они это ценят, и у них получается результат. Для меня как бы важен ваш результат, если вы что-то дублируете, либо же к чему-то хотя бы прислушиваетесь. Так вот, теперь подводя вердикт, что у нас был искусственный рост, такое же искусственное снижение, глобально ничего не поменялось. Если у нас сегодня данные выйдут ниже, чем 3,5, то у нас больше причин, да, для небольшого еще флета здесь, с дальнейшим снижением ниже 26 тысяч долларов. Две зоны я их также обозначил. И еще одна из интересных зон, где можно набирать лонги, скажем, 24-25, здесь это делать немного опасно, но уже в зоне 21-800-23, я, скорее всего, снова переобуюсь в быка, и здесь буду лесенкой постепенно во всем этом диапазоне со стопом куда-то ниже, чем 21 тысяча долларов, вынося свой стоп, буду набирать лонги, как на споте, замечу я на споте, крайне редко что-то набираю, но также и на фьючерсах. Опять же, да, стоп я обозначил. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы с чем-то согласны, либо же не согласны, пишите мне обо всем комментарии, на интересные комментарии я буду давать, конечно же, ответы, а вам желаю хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok